Я могу себе представить, что вот этот вот суппорт стоит не меньше сотни. Поработает минутку-две вот эта химия вся. Ну, потом просто холодной водичкой смылаешь и вытягиваешь. Прочнее, не тормоза, а тормозную жидкость прокачали на заднем суппорте. Вот теперь она у такого очень мощно-связкого цвета. Она такая, не должна быть. Кто считает, что у нее тормозная жидкость какого-какого цвета, это нормально. Тогда ему удача на дороге. Тормозная жидкость, она цветом, что вот, подсолнечное масло, да, светленькое. Когда она свежая. И всегда свежая жидкость. Вот эти вот тормозные шланги, они изнутри не успевают покрываться коррозией. Потому что тормозная жидкость у нее имеет такое свойство, называется, когда-то в школе мне так преподавали. То, что вот это свойство тормозной жидкости, что она умеет к себе притягивать влагу. Тогда они тоже себя должны знать. Лучше поменять вот эту жидкость. Допустим, в Германии я сейчас плачу за пол-литра жидкости 4 евро, да. Я могу себе представить, что вот этот вот суппорт стоит не меньше сотни. Шестой суппорт здесь еще и АБС. И это все получается взаимосвязано. Но для АБС вот этот сенсор здесь и выход. И он смотрит здесь вниз, да. У него здесь вот рычаг. Это желтенького цвета. Вот тормозная жидкость выглядит. Хорошо видно, прекрасно. Будете менять ее каждые два года. Тогда у вас почти что никаких проблем не будет с тормозной системой. Потому что есть товарищи, ездят 10 лет на одной жидкости, а потом удивляются, когда еду на техосмотр, а у них там все тормозные шланги раздавались, их коррозия там разорвало все. Так, ну что. Теперь, короче, вылезет у меня такая штучка. Я когда-то покупал этот баллон. Шланг. Здесь такой вентиль стоит, чтобы я не загнал в округ. Я надеваю этот шланг. Откручиваю, качаю, открутил. Здесь давим. Шланг. Здесь выходит воздух. Соответственно, если он есть такой, в такой вот... Здесь можно по прозрачному шлангу видеть. У тебя есть пузырьки. Старая комбозная жидкость. Там еще мопеды я на мопеде постоянно поменял. Ну, теперь, короче, перейдем к передней части мото. Надо здесь еще кое-что смазать. Я сейчас увидел. Быстренько. Сейчас смазки тех или иных элементов, особенно если это движущиеся, мне нравятся все время вот эти места вот такие задние. Смотришь, где у тебя там демпфорстый пучок, когда я вот помыл его, да? И вот так смотришь, смотришь, думаешь, 12 тысяч километров прошел. И вот так можно помыть. Я раньше удивлялся, как вот в салонах продаются байки, у которых 50 тысяч, как их так моют. Ну, когда я купил себе новый мотоцикл, нашел специальный такой рандигер по-нашему. Это как очиститель такой специальный есть. Вон гелевый есть. Я мешаю с водой, побрызгал на мотоцикл, поработает минутку-две вот эта химия вся. И потом просто холодной водичкой смываешь. Как бы вот этот рандигер, да, он все убирает. Тебе не надо ничего царапать, там, шкрябать, там, и так далее. Вот эти мошки все, и у тебя ни одной царапины не остается. Это намного, намного, намного приятнее. Даже вот сама мойка. Я раньше помню мойка, мне вообще-то не мое было. Ну, не нравилось, да? Ну, после того я вот купил специально такую канистру, вот все. Это вообще прям сплошное удовольствие, потому что, потому что это классно. Ты побрызгал, оно, вот это все в себя начала работать, химия. Потом берешь водичкой, убираешь, и все. Прям кайф. И у тебя все чистое. Как будто там никакая мошка раи вообще не находилась, да? Теперь на баке тормозной жидкости закручиваем вот этот вот зихерок. Вот такой уголочек железный. Шурупчиком закручиваешь, ну, чтобы если где-нибудь будешь стоять, там никто тебе не эту крышку не открыл, так быстро, ну, пока там кто-то будет ковыряться, кто-нибудь это есть или заметил другое. Очень удобно. Вот так вот закрутил, и такая же, такой же шурупчик стоит у нас на бачке, на переднем. Сейчас мы доберемся, соответственно, и сегодня погодка хорошая, птички дают о себе знать. Ну, в принципе, все. Так, задняя тормозная система у нас прокачана. Вообще быстро, эффективно нажимаешь, все работает, все четко. Так, теперь, теперь потихоньку надо переезжать на переднюю часть муту. Так, бачок. В принципе, здесь у него стоит вот такое давление, посередине насос, оно туда уходит. Скоро стоит, вот. Не меньше, чем до 4. Жидко, если же вам. Вы сами видите, какая она темная. Сейчас мы ее поменяем на новую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, прокачал вторую сторону. Все готово. Вот старая. Довольно темного цвета. А вот сейчас я вам покажу сверху, бачки свежие. Цвет подсолнечного масла. И никакого другого цвета она не должна быть. Если у кого-то там она цветом Кока-Колы или вишневого сока, но я вам не завидую. Точнее, вам только одно. Быстренько менять ее. Это не совсем безопасно. Вот она такая старая. Два года. Все, закрываем. Ну что? Все готово. Бачонок. Там уже тестуем все новое.